Всем привет! И мы продолжаем калибровку нашего аккаунта на lichess.org Не знаю как долго будет идти эта калибровка, так называемая, когда рейтинг колеблется за победу или проигрыш не плюс-минус 8-10, а плюс 180, плюс 160, минус 120. И так далее, пока он не дойдет до нормального. Это моя вторая игра на этом портале, этим аккаунтом. Посмотрим, ищем нового, играем 5-0 в Blitz. Идет поиск. Я не так много играю на этом портале, но интересно было бы посмотреть и покомментировать, что здесь происходит. И так, я играю черными. Оппонент не захотел опять играть со мной. Ищем еще раз. И снова черными. И мы играем сицилианскую защиту. Я признаюсь честно, я никогда ее не изучал и... Более-менее понял, какие ходы надо делать с помощью проб и ошибок. Я обычно играю вариант ускоренного дракона здесь. Посмотрим. Видимо, выглядит, что мой оппонент очень хорошо знает, что здесь надо играть. Очень хорошо прям разбирается, что куда надо ставить. Но посмотрим, действительно ли это так. Да, вот из-за этого я и не люблю это начало, на самом деле. Потому что очень много... Очень много проблем, когда делаешь рокировку здесь. То белые делают рокировку на длинной стороне. И потом начинают очень сильно прессовать. Очень мне не нравится это. Но, по-моему, сейчас я смог убедить соперника, что длинную рокировку ему не светит сделать. Поэтому посмотрим, посмотрим, что мы сможем от этого получить. Так, он открыл нам диагональ. Мне это нравится. Как я могу это использовать? Бью, он бьет, и я бью пешку там. Там он возьмет эту. Понятно. А что если мы возьмем коня вначале? Давайте возьмем коня вначале, он раскроет линию. А если он возьмет здесь, то мы возьмем так. Закроем нашего слона на время. На время. Я полагаю, что на самом деле рокировка нам здесь уже ни к чему. И у нас теперь сюда угрожает. Взятие. И плюс. Ой, 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 ой. Ну, тут мы очень хорошо разменялись. Так, давайте посмотрим. Берем эту пешку. Он, наверное, длинную рокировку захочет сделать. Но мы тогда его раскрыли. Но мы здесь хорошо бы ему разменялись, не? Весьма... Хотя... Ну, поиграем, посмотрим. Сейчас я хочу забрать себе линию. Шаг угрожает конь сюда. Так, а мы заберем. И... Ага. Он хочет мою пешечку съесть. Ну и подвинем. Возьмем эту пешку. И все еще слон стреляет по этой диагонали. Неплохо играет мой соперник. Очень неплохо. Очень достойно. Пока что. Пока что. Сейчас может шаг какой-нибудь прилететь. Но мы этот шаг не боимся ведь. И... Таким образом мы... Забираем пешку. Что, в принципе... Теперь... Хочется очень как-то связать его здесь, но... На что-то не получается. Наверное, я уйду сюда. Более стабильно встану в центре. При желании... О, при возможности встану сюда слоном. Абсолютно закрою ему позицию. Посмотрим. Посмотрим, что... Что у нас получится. Ну, давайте толкать пешку. Что? У нас пока все защищено достаточно. Сейчас, наверное, будет ход сюда и сюда проталкивать. Может быть и такое. Кто бы мог подумать. Так, ну мы продолжаем толкать вперед. Вход сюда не грозит, потому что мы бьем, и у нас больше атак и так далее. Плюс он откроет нам линию для ладьи и сможет снова подключиться. Все устраивает на самом деле. Отошел король. Мой оппонент почувствовал, что что-то уже неладное здесь творится. Нам надо как-то пробираться на другой фланг. Но я пока что не придумал как. А знаете что? Давайте королем двигаться начнем. Немножечко, немножечко побежим вперед. Мне нравится, как моя оставшаяся фигура пока что расположена. И прорваться в центре ему не удастся. Здесь у него вроде все глухо стоит. Но, конечно, можно сыграть ладья аж один и начать давить. И с этой стороны как-то. Но что-то я не уверен в успехе этой идеи. А у нас время немножко заканчивается. Но, хорошо, может быть, может быть короля вывести вообще. Не, короля мне не нравится. Сыграем, сыграем аж 6. Почему мне не нравился королем сюда? Потому что, если пешка сюда, слон, пешка сюда, пешка взяла. Хотя, я боялся, что если уведу слона куда-нибудь, то ослабится пешка на д6. И этого мне, ну, очень не хотелось пока что. Ну, а теперь время, по-моему, просто гнать пешку вперед. Да, конечно же, он сообразил. Ага, сюда, это там пробьется. Так, окей. Попробуем пройти по другому флангу. Сейчас моя идея закрыть его ладью здесь, чтобы он вообще никуда не мог ей выйти. И тогда прокинуть, пробить прям моей ладьей куда-нибудь. Я не стал брать эти пешки, зачем мне давать ему возможность еще ладьей сюда заехать как-нибудь при желании. Я отгородил его ладью. И сейчас я сыграю шах. Сюда шах или забрать пешку, куда он, смотря, отойдет. Так, что мы можем сделать? Мы можем сделать... Взять пешку. Или шах. Мне нравится... Мне нравится дать шах, чтобы король отошел подальше от моей ладьи. Так. И теперь задвинуть сюда. Не знаю, правда, не посчитал, получится или нет. Но давайте попробуем. Сейчас королю... Королю надо куда-то деться. Королю сюда. Это единственная его защита. Иначе я... Ага, он даже так мог сделать. Окей. Я не буду долго думать, потому что времени у меня реально намного меньше, чем у него. Я буду немножко ускоряться, с вашего позволения. Я не бил этой пешкой, чтобы не давать ему возможность по вертикали аж... Какие-то свои идеи пропихнуть. Не нравится. У меня слон его очень хорошо стоит. Я думаю, сейчас у нас будет разменка здесь. А с другой стороны... Я не против здесь разменяться. Хорошо. У нас мало времени. Я вижу, чего он хочет. Примерно. Поэтому... Поп... Поп... Попопопопопоп... Окей, попробуем. Сюда. Сюда. Угрожаем слоном. Он хочет королем подойти к моей пешке. Явно. Хотя я не знаю, что ему мешает Но нам надо толкать на этом фланге Начинать, я думаю Но здесь нам повезло немножко И в принципе Это конец игры Потому что я забираю Если он уходит ладью, то мы сразу ферзя проводим И шансов на победу там не остается Так что Ну, соперник решает поиграть Давайте сделаем так Ага Так Ладно, мы берем Хорошо Отгораживаем короля от моей пешки И попробуем поставить мат Мат пока не получается Забираем все его пешки Я сказал, все пешки забираем Ну, просто играем в жадную игру Здесь попытаемся разменяться ладьями У него особо выбора Нету Окей, шаг еще раз Он отходит Мы меняемся ладьями Ага Так, так 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 И пошли ферзи Я думаю, здесь комментарии в принципе излишни Вот и все Интересная была игра Спасибо оппоненту за нее Вау Нет, я не хотел анализ Мы Мы ищем нового оппонента Сыграем несколько игр подряд Итак Мы играем белыми Нет Не захотели с нами играть Поиск Итак Мы играем белыми Посмотрим Ага Попробуем итальянскую партию Я Я люблю итальянскую партию Острый вариант Я вижу, мой соперник Не захотел ее играть А мы попробуем все равно Попробуем Попробуем сыграть Острый вариант Ах Ладно, не будем Честно В теории Давно теорию не изучал Поэтому Будем играть просто Без всяких сложностей Попробуем разменять слонов Открыть диагонал Эй, вертикаль для ладьи Он не захотел И Таким образом дал мне Темпа Я не против Что мы Что мы можем сделать У нас неразвитый конь Куда мы нам его закинуть Ну давайте попробуем Коня Либо через Б3 Куда-то провернуть Только защитим сначала Поле Ж4 Не хочу его Слона Очень Очень уж он Не очень Скажем так А что если нам Попробуем поставить Пешку сюда И потом Этой пешкой Его еще Отогнать Подальше Ага Так мне это нравится И попробуем Попробуем На ферзевом фланге Немножко Доставить ему Неудобств Сейчас Ожидается Пешка сюда Так Интересно Интересно На самом деле Попробуем Отойти сюда И как-нибудь Ферзя вывести Он не захотел Он не захотел Это делать Его право Конь хочет Выпрыгнуть Куда-нибудь В удобное Для него Место Но Хорошо Я попробую Попробую через Ф4 Что-нибудь сделать Я отстаю Снова по времени Мне надо бы Чуть-чуть Ускориться Верно Я думаю Что Так мы и сделаем Так Он взял И Конь возвращается Обратно Так Ага Он продвинул Я возьму Он возьмет Так Хорошо И Наверное Я займу Центральную позицию Конем Мне это нравится Достаточно Стоит ли брать Ферзем На самом деле Да Я думаю Я возьму Ферзем Мне нравится Напряжение Здесь И Ферзь Будет защищать Пешку На Ц3 Так что Меня все Устраивает Мало времени На минуту Отстаю Конечно Надо Надо Быстрее Видно Соперник Уже Играет Достойно Достойно Никаких Каких-то Каких-то Конкретных Идей У меня Пока что Нету Мне нравится Диагональ По которой Стреляет Мой Ферзь Попробую Может быть Вывести Слона В центр Попробуем Попробуем Что-нибудь Сделать Сейчас появилась идея Вывести Ладью На Д1 Чтобы Она Стреляла На Ферзя И тогда Можно Будет Как-то Эту Пешку Взять Слоном Коня И потом Пешку Пешку Взять Сюда И тогда Связка Будет На Коня То есть Может быть Как-то Отыграть Отыграть Я вижу У нас Удаётся Немножко Нам Удаётся Отыграть Времени Немного Если Бью Бью Ничего Не Получится Попробуем Попробуем Немножко Сделать Напряжение На Эту Пешку Я Думаю Сейчас Сейчас Может G6 Последовать Но Нам Это Кстати Понравится Потому что Мы Уберём Коня И Будет Ещё Одно Нападение На Пешку Так Вот Это Кстати Неплохо Ход Для Нас Мне Кажется Мне Кажется Что Отсюда Я Могу Стрелять Очень Хорошо И На Пешку Три Нападения В принципе Мне Я Не Вижу Как Защитить Эту Пешку Пока Что Ферзя Надо Двигать Так Будем Ли Мы Меняться Может Быть Эту Пешку Тут Взять Хорошо Мы Возьмем Эту Пешку И Ферзя Тут Так Так Хорошо Коня Ф6 Я так Полагаю Что На Коня Ф6 Мы Будем Делать Наверное Увести Ладью Наверное Ага Даже Так Ладно Тогда Давайте Попробуем Попробуем Разменяться Немножечко Разменяем Коней Останется Хороший Слон Лишняя Пешка Я думаю Что у нас Будет Преимущество В В данном Окончании Поэтому Я полагаю Что мой Соперник Не захочет Меняться Но Тогда Висит Пешка На Б7 Захотел Так Прогоняем Его Ладью И думаю Что мы Попытаемся Сейчас Залезть Залезть На Седьмой Ряд Нашими Ладьями Так Вот это Мы И делаем В принципе Все как Весь план Который Я описал Я пытаюсь Осуществить Сейчас Слон Слон Е5 Может Нам Немножко Помешать С этим Но Такого Не было Поэтому Мы Мы Влезли Вынуждая Его Слон Уйти Да Это Очень Хороший Ход Для Моего Соперника Так Интересно Если Я Бью Он Бьет Хорошо И я Попробую Отдать ему Эту пешку Так Хорошо Я Хочу Забрать Все Пешки Если Получится Но Конечно Ладья А8 Почему И Нет Не Вижу Причин Почему Б Ему Не Сыграть Туда Что у нас У нас Одна Лишняя Пешка И Ага Очень Умно Если Я Беру Эту Пешку Он Берет Моего Слон Ладно Я не вижу Причин Он Наверное Думает Что Если Он Возьмет Моего Слона То Я Не Могу Взять Ладьей И Потому Что Если Я Возьму Пешку Он Забирает Ладью Но К Сожалению Ага Как Хитро Ха Ха Очень хитро Очень хорошо Очень интересно Сыграл мой соперник Очень Очень интересно Мне Мне понравилось Честное слово Так Ну и теперь Мы попробуем Мы попробуем Не дать ему Никуда прорваться Так Посмотрим Я думаю Это окончание Должно быть За нами На самом деле Так Так Посмотрим Насколько Мой Соперник Хорош В окончании Я Мало Практиковался Но мне Всегда Нравится Так Как Это Это Что-то Особенное В окончаниях Когда они Играются Ну Хорошо Попробуем У нас Лишняя Пешка Я думаю Что Как-нибудь Мы Сможем Заставить Нашего Соперника Сдвинуться Сдвинуться С места Я Я думаю Мы сможем В крайнем случае Будет ничья Но Я уверен Что у нас Может получиться Ага Шаг Интересно Куда мы Сдвинемся Я думаю Что Нам Надо Попробовать Двинуться В эту Сторон Останемся Защищать Пешку Время Время Заканчивается И у меня И у моего Соперника Если он Вернется Ладьей Сюда Так Но теперь Я думаю У меня Есть шанс Если он Пойдет Вниз То мы Мы Просто Разменяемся И я Смогу Я Смогу А Так Так Взял Сюда О Так Сюда Сюда И Здесь Надо Сдаваться В принципе Здесь Комментарии Уже Лишний Я думаю Соперник Сейчас Сдаст Потому Что Ну Ладно Если соперник Хочет Поиграть Если он Думает Что Я не знаю Как ставить Мат Одним Ферзем И у него Времени В два Раза Меньше То То Давайте Поиграем Почему бы И нет Почему бы И нет Скажем Так Отлично Очень Интересно Было Окончание Не знаю Хорошо ли Я сыграл Нехорошо В середине Но Было Интересно Еще Нового Соперника Я уже Чувствую Что мы Приближаемся К рейтингу Да К цифрам Где Нам Зададут Жару Но посмотрим Намеки на Детский мат Не знаю Видимо Да Интересная Партия В этом плане Я в принципе Знаком С этим С этим Началом Достаточно И я вижу Я вижу Как уверенно Мой соперник Играет Его Очень уверенно Очень уверенно Я не знаю Теории Но мне Эти ходы Все кажутся Правильными Нападение На эту пешку Либо на эту пешку Дальше Или вообще Слон Сюда И конь Сюда Так Чем Если Слон Сюда Он Отойдет Ферзем Куда Нибудь Слушайте А знаете Что Мне нравится Мне нравится Этот ход Потому что Есть еще Шанс Что он Где нибудь Ферзя Пропустит Поэтому О Оу Оу Это будет Интересно Неужели Он продолжит Игру Сдвоим Ему Пешки Я думаю Это будет Хорошая Идея Ну Не знаю Это Конечно Но смешная Партия Я думаю Соперник Не будет До конца Играть Или я Как минимум Надеюсь На это Но Ну Давайте Посмотрим Сейчас Он Даже Не Может Сыграть Сюда Потому что Потому что Хорошо Я Бью И Слон Сюда Владя Связано Защиты Нет А Нет Защита Есть Ой 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 А Нет Ну Мы Забираем Эту Пешку Забираем Эту Пешку И соперник Сдается Ну что же Это было Спасибо Сопернику За игру Очень Очень Интересно Агрессивно Сыграл в начале Но К сожалению Не додумал До конца Что детский мат Может быть На этом уровне Уже Как-то Не получается Ставить И Ну Или мне удалось Не знаю Теории Правильно Как-то Разыграть Посмотрим Сейчас Та партия Которая Мне не нравится Теорию Здесь я знаю Только Несколько Первых Ходов Дальше Я Дальше Я Весьма Плаваю Но я думаю Что мы Уже Приближаемся Как раз Вот мы Сейчас У тех Цифр А Явно Мне не Стоило Допускать Его Коня Сюда Интересно Могу ли я Как-то По умному Защитить Ну давайте Попробуем Связать Его Коня Я Не знаю Это На мой взгляд А я мог Сейчас Сыграть Коня В 3 Конечно Но мне Понравилась Связка Как-то Более Активность Какой-то Идеей Не просто Двигать Фигуру Чтобы Защищать А И развить Фигуру И Не дать Ему Сделать Его план Заставить Его Подумать Чуть Подольше Посмотрим Посмотрим К чему Это Приведет Сейчас Сейчас Я Я не против Вывести Коня Рокировка Рокировка Рокировки Не было Так Ну я Я пожалуй Рокировку Сделаю А Ой 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 Как же Я это Пропустил Да Если А пропустил Ли я Ведь Мой соперник Не видит Этого Хода И Теперь Я Со Спокойной Душой Заберу И Заберу Сюда И У меня Лишняя Фигура Оказалась Очень Приятно Очень Приятно Получилось Я должен Признаться И Попробуем Забаррикадироваться Здесь Следующий Ход Может быть Сюда И Или Даже Или Даже Или Даже А попробуем Ко мы Его Немножко Напрячь На пункте Ф7 Так И Мы Возьмем Шах И Соперник Сдался Интересно Интересно Получилось Красивую Комбинацию Придумал Соперник На самом Деле Я Когда Играю Блиц Очень Часто Я Следую Интуиции И Как-то Сейчас Я думал Что Я пропустил Эту пешку Но Оказалось Что Защита Была И Я Смог Ее Найти Как раз Слон Стрелял На Ферзя Интересно Давайте Поищем Еще Одного Я думаю Стоит Сыграть До Первого Поражения Так Как Это Будет Каким То Знаком Что Мы Приблизились К Точке Где Калибровка Заканчивается Ферзевый Гамбит Опять Подсмотрел У какого-то Гроссмейстера Что он Играл Е6 Не знаю Теории Сам Ну и Решил Сыграть Играть Его А не Играть Принятый Поэтому Сибирон Берет Я Беру Беру Берет Беру А стоит ли Вообще Забирать Что-то В этом Вопрос Но знаете Мне хочется Забрать Мне хочется Забрать И как-то Упростить Игру Что-ли Я попробую Попробую Все разменять Попробую Все разменять Главное Не пропустить Связку Коня У меня С этим Бывают Очень Интересные Случаи Но Слон Сюда Кстати Шаг Ферзем По-моему Все защищал Так Так Попробуем Оттеснить Он Явно Сделал Тракировку Попробуем Оттеснить Его Здесь Так Время Время Вывести Нашего Слона Что-ли А где Он будет Хорошо Смотреться Ну В любом Случа Нам надо Куда-то Его Вывести Слон Может Ага Так Простите Чем Это Грозит Нам И Грозит Ли Это Нам Чем-то Бью Он Бьет Да Это Будет Неприятно Можем Лим И спрятать Коня Куда-то Поизящней А не знаю Вот Хочется Мне Сюда И на Его Взятие Я Разменяю Ферзей И Слоном Побью Пешку Сработает Ли Это Я Не знаю Позиция Я бы сказал Примерно Равная Конечно Белые Пешки По Центру Я бы сказал Они Больше Прессуют Меня Чем я Соперника Моего Ну И рейтингу Моего Соперника Повыше Слон Отошел Так Интересный Ход Интересный Ход И Я думаю Что Здесь Я имею Полное Право Закрыться Слоном А Не Ослаблять Мои Пешки В принципе Так Я и Делаю Так Я и Делаю Единственное Сейчас Да Я думаю Что Сопернику Стоит Брать Моего Слона Так Он И сыграл Ага Интересно Интересно Но Я Полагаю Что Здесь Мне Надо Сыграть Ферзем Сюда Вниз И Сделать Блокировку Слоном Потому что Ферзь Насколько я знаю По теории Очень плохой Блокировщик Скажем так Сейчас попробуем Сделать Рокировку И через Ф6 Разбить Его Этот Сильный Центр Не знаю Выйдет ли Очень Очень Хорошо Стоит Мой Соперник Даже Не знаю Как Попробую Помешать Его Ладе Встать На Ц7 Трудно Сказать Наверное Он Конем Попробует Меня Прогнать Нет Не Попробовал Но Мы Мы Сделаем Брокировку Да Мы Сделаем Брокировку Так Как Слон На Ж5 Нам Не Страшен Ферзь Защищает Поле Пока Что Так И Сейчас Я Пока Что Не Могу Сыграть Ф6 Так Как Эта Пешка Становится Славой Когда Он Побьет Мую Пешку На Ф6 Да Здесь Я Уже Чувствую Некие Проблемы Для Меня Хм Ну Попробуем Отойти Я Все Таки Хочу Сыграть Ф6 Все Таки Есть Такое Желание У меня И Знаете И я Это Сделаю Прямо Сейчас Да И я Пожалуй Пожалуй Заберу Ладьей Даже Эту Пешку Так Сейчас Конечно Пешка На Е6 Стала Слабостью Очень Большой Но Посмотрим Мат Грозит На Наш 8 Какие У нас Есть Защиты Ладья На Ф Ладья На Ф Ладья На Ф Или Пешка Ж6 Интересно Но Пешка Ж6 Не Вариант Совсем Ну Хорошо Давайте Попробуем Ферзя Подвести Не Не Знаю Очень Хорошо Мой Соперник Меня Прям Прессует Очень Мне Нравится Попробую Сыграть Ж6 И Открыть Линию Для Ферзя Если Он Походит На H5 Посмотрим У меня Всегда Секретный Ход Отсюда Так Знаете Что Я вижу Что Он Хочет Прыгнуть Сюда Конем И Я Очень Понимаю Его Желание Может Быть Я Могу Как То Так Защитить Поле Очень Очень Ослабленная Позиция Для Меня Мало Времени Его Пешка На Д6 Ну Такая Неприятная Прям Жуть Как Неприятно Но Может Быть Сейчас Мне Удастся Чуть Чуть Упростить Позицию На Сам Д Может Быть Может Быть Я Думаю Что Размен Слонов В мою Пользу На Сам Деле Да Он Конечно Может Не Бить Моего Слона А Взять Моего Коня Да Так Он Сделал Но В таком Случае У меня У меня Должно Быть Что То Против Него Конь Конь Сюда Нет Слон Сюда Не Получается А А Знаете Что Может Быть Ничего Придумать И не Стоит Попытаться Слон Поставить Сюда А Сейчас Моя Пешка Ушла Я Понял Интересно Интересно Но Не Будем Расстраиваться Я Не Хотел Водить Эту Ладью Так как Пешка Здесь Провисает Но Попробуем Сделать План План У нас Такой Поставить Сюда Слона Пешку Я так До сих пор Не могу Взять До сих пор Доставляет 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 Очень больших Большие Неприятности На самом Деле И Мне Это Очень Не Нравится Но Попробуем Пешку На О Кстати Неплохой Ход получился. Так как я нападаю на пешку сюда, и на пешку сюда у меня появилось нападение. Я не совсем думал об этом. Но я, пожалуй, заберу эту пешку вначале, потому что тогда я могу сюда ладьёй. Ой-ой-ой-ой-ой! Как же я это хорошенечко пропустил! Дам ему шаг сюда вначале. Да, простите меня за такую нелепую ошибку. В принципе, теперь я могу дать вечный шаг ему. Правильно. Правильно выходит. Ну, ай-яй-яй! Ну попробуем ничью хотя бы сделать. Но я по времени выиграю. Может быть, что-то получится. Так. Интересно. Видите, дать шаг. Ну, шаг, да? Наверное, вечный шаг надо предлагать. Тут уже ничего не получится. Сюда. Дать шаг. Ладьёй. Сюда ладья. Сюда ладья. Шаг. Да. К сожалению, повторение ходов. И соперник просит реванш. Это был не прогреш, поэтому мы продолжаем играть. Ситальянская защита. Опять-таки, я уже упоминал, что теория не то, на чём я сильно заостряю своё внимание. Я больше играл и по ощущениям понимал, куда выдвигать фигуры, куда не надо выдвигать фигуры. И как-то так получалось, что без теории обходились. Ну, посмотрим. Слонжет 5. Неприятные эти связки. Не знаю. Бывают игры, где я их люблю. Бывают игры, где я их не люблю. Зачастую, конечно, я их не люблю. Мы попробуем через f4 опять пойти. Ну, люблю я в сицилянской защите через f4 двигаться. Очень часто из-за того, что короля ослабляет, я проигрываю на этом, но одновременно очень часто это срабатывает, помогает как-то усилить нападение на королевском фланге. А знаете что? Мне даже не хочется брать, потому что тогда его тогда его конь выйдет с темпом. Пока здесь на меня никаких давлений нету. я могу попробовать даже как-то поактивнее сделать. Я думаю, сейчас конь прыгнет сюда. И это будет абсолютно правильный ход со стороны моего соперника. но давайте посмотрим. Есть некие идеи, есть идеи. Так. Хорошо, он хочет забрать пешку, но я, знаете, я даже я могу быть и не против отдать эту пешку. А, ну тогда конь будет подвисать мой. Хитро-хитро придумал мой соперник. А знаете что? Я сделаю немножечко хитрый, небольшую хитрость сделаю. И вот так. Немножечко вынудив моего соперника подумать и побегать. Так, вот слон мне, ну очень нравится мне мой слон. Очень. Так, так уж он хорошо там стоит, что может быть как-то его защитить. Это очень очень непопулярный ход, закрывая свою ладью, но попробую попробую прогнать его коня b3 c4 и тогда попробую убрать слона обратно. Ну, мне он очень нравился. Мне кажется, он очень сильный, он может помочь со всякими идеями на королевском фланге по поводу атаки моего соперника. Посмотрим. Пока что мне достаточно нравится, как стоят фигуры. Как я говорил, идея прогонять его коня сюда. А теперь он хочет моего прогонять. Но мой хорошо стоит на самом деле. Мой конь очень хорошо себя там чувствует. Но, но, но может быть давайте с темпом сыграем с темпом. Да, был шаг моему королю, но мы отошли. попробуем. Будем защищать пешку. Сейчас он будет сдваиваться. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что же такое творится? Да. Да-да-да. Это, конечно, может быть нам было дюни сюда начинать давить его на этом фланге. так, это он, конечно, мне подпортил картину. Да что ж такое здесь никуда не протолкнуться, везде он мешается и сейчас будет еще одна атака на пешку c2 и защиты у меня в принципе нету никакой, так как если я уберу ладью, мой слон зависает. Ай-яй-яй-яй, как хорошо мой соперник это все продумал, если он это продумал. Может быть есть некоторые идеи, да, они вряд ли осуществимы. Да, это мой соперник хорошо сделал, я думаю, что он захочет реванш. А я бы так, подождите. Это что за ходы? Что мой соперник хотел сделать? Он и ферзя дал, и мат пропустил, то есть но это явно он промахнулся, мимо проходил и но это блиц, друзья, и ничего здесь не поделать, снова у нас не было поражения, мы продолжаем играть. И я бывает так часто ошибаюсь в моих партиях и это очень досадно, потому что вроде играешь, играешь, много ходов делаешь и вроде все получается, а в результате в результате не получается. я помню в прошлый раз мы так и сыграли. Так. Ну давайте попробуем теперь мы сыграть что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Правда не думаю, что я хочу уходить в окончание. Это меня не сильно привлекает. Сейчас главное ни на какие ловушки напороться. Неужели он здесь меня... Пока что меня не заставляют меняться, но и взять эту пешку я не могу. Хотя очень прям хочется. Как бы мне его как бы мне натолкнуть его на эту идею. Слушайте, а мне вот нравится знаете жертвы сюда мне нравится. Не знаю почему, но нравится. Правда что делать после пешка сюда я пока что не придумал. Да, это был интересно. Ну ладно, я возьму, потому что мне чисто ради интереса я... Ага, ферзь туда проникает. Ферзь туда проникает и по идее защиты было там немного. Интересно, очень интересный ход. Но теперь я заберу еще этого слона. Так, и теперь я еще поставлю шах ему. ферзь и теперь я попробую закрепить слона. Да, опять мой соперник делает какие-то интересные очень ходы. Я пока не совсем могу понять его идею. Ферзь сюда и на король а6 ферзь сюда мат. Да, но я же не буду отходить. Я покажу слоном на f5. Очень интересно. А знаете, я даже покажу не слоном, может быть, а ферзем. Или слоном и будет связка с его ладьей. Я думаю, что здесь он... Я даже не понял его идеи. То есть, учитывая, что этот ход... Мы посмотрим после этой игры, если у нас не будет реванш. Мне кажется, этот ход заставлял меня проиграть фигуру, так как было две атаки на моего слона и висел мой конь. Очень странная игра моего оппонента. Так, если я бью эту пешку, он дает мне шаг и я закрываю слоном. И вроде никаких угроз я тут не вижу. Ну, давайте попробуем. А может даже ферзем закрыться? Нет, слоном мне нравится больше. как-то поувереннее будет слоном. Так. Ну, слоном закрываемся. Получается связка. Здесь мы можем отойти королем. полагаю, что мы заберем коня. И тут я думаю надо сдаваться. Ага. Ну, очень настырный мой соперник. Видимо, полагает, что шансы у него какие-то есть. есть. Ну, если он так думает, то... То... Если... Я должен признаться, я... Я проигрывал и такие партии. Было и такое. Честное слово. И... Ну, это блиц, ребята. Это... Здесь каждый... Каждый может что-то отколоть такое эдакое. Не буду ходить пока сюда. Попробую вынудить его походить пешкой. Так. А знаете что? Интересная идея появилась. Забрать пешку сюда и на g4 мы ставим шаг ферзем. И на король на g1 или на h2 а нет шаг конем конечно шаг конем конечно красивый. Так. Если я бью он бьет. Угу. Нехорошо. Я бью он бьет я отхожу он бьет моего коня. Ну знаете что? Ладно давайте давайте сыграем. Я отхожу он бьет моего коня. Так. И наверное я сыграю сюда с угрозой мата. и думаю что защита для моего оппонента больше никакой нет. ладья сюда дает ему несколько ходов. Нет. Он сдается. Итак друзья у нас как мы видим два с половиной на полтора и думаю что это будет последняя игра. Это будет последняя игра. я хочу дать сопернику тоже шанс выиграть. Он точно этого заслуживает. Но я вижу что он сам не хочет играть. Интересно. если соперник не будет играть мы вернемся в предыдущую партию посмотрим ее анализ потому что я хочу показать Ага это начало я тоже не люблю оно мне кажется весьма странным и ну ладно я признаюсь честно я не знаю теории здесь поэтому будем будем что-то придумывать наверное надо конем сюда прыгать ну что что же я так упустил а конь сюда конь сюда нам дает что-нибудь нет он плохо дает потому что ферзь уйдет на 5 шаг и мы проигрываем фигуру очень очень глупо с моей стороны хотя нет на самом деле мы ничего не проигрываем потому что конь на c7 выиграет нам ферзя а вот сейчас вопрос есть ли у нас что-то в этой ситуации где мы можем как-то блеснуть нашими знаниями видимо нет но мне мне также не хочется менять слонов потому что ну давайте попробуем сделать каким-нибудь хитрости и нападем ферзем сразу на две пешки сюда если он нам это позволит конечно так ну если мы пожадничаем и зайдем туда не поймает ли нашего ферзя а нет знаете не поймает но ситуация останется ситуация для нас будет нехорошей потому что слон выйдет сюда ну давайте быстро еще почитаем я бью пешку слон сюда мне надо куда-то отойти я бью пешку слон сюда слон сюда и в принципе мне кажется мне удается оттуда убежать давайте попробуем чисто жадность очень жадность ну такая вкусная пешка я знаю что слон c6 ага он даже не вышел слоном c6 интересно пытается ли он поймать моего ферзя это вопрос вопрос интересный но теперь мне хочется сыграть нет не так сюда ладья сюда ага ладья сюда так я думал я боялся ладья на b8 но там мой слон защищает поэтому поэтому я просто выиграю фигуру пожалуй и даже при желании при желании две может быть нет две не получилось опять интересно мой соперник странно сам пропустил или ничего он не пропустил опять я все пропустил непонятно пока что сейчас я попытаюсь максимально упростить игру дав шаг слонов разменять разменяв наших слонов и дальше моя задача главная это рокировка и после рокировки я буду чувствовать себя абсолютно уверенно абсолютно уверенно на ход слона опять я даю шаг и где-нибудь заберу слона но сейчас суть в том что он две фигуры весят и сопернику что-то надо было делать и он выбрал не самый популярный ход и сдался опять но знаете три с половиной на полтора я думаю что на сегодня мы закончим на сегодня мы закончим играть давайте это была интересная партия вообще в целом вся сессия была интересная соперника 2000 рейтинг я благодарю его за игру мне мне понравилось было очень интересно давайте вернемся я правда не знаю где к предыдущей партии я честно честно не знаю где а вот тут по моему все партии нет да и вот в этой игре давайте просто посмотрим вместе анализ сделаем так и мне очень нравится еще эта функция здесь давно не пользовался ага вот она и вот как раз таки посмотрим вот после этого хода компьютер предлагает взять слона да и видимо на взятие конем он компьютер предложит нет а 3 а 3 вряд ли ну-ка давайте еще раз посмотрим компьютер предлагает взять слона дадим время посчитать подождите ну хоть же черных что-то у них не работает не работает engine но я полагаю что на конь сюда да очень странно что-то что-то не глючит но даже здесь мы видим что есть ход сюда и в принципе защиты для коня больше нету никакой конь теряется и это проигрыш проигрыш в принципе большой проигрыш фигуры а давайте давайте чуть-чуть вернем мне интересно на этот ход что же я мог сделать мог ли я взять слона если я взял бы слона он бы взял моего коня наверное нет знаете я затрудняюсь затрудняюсь что было бы ну ферзь берет он берет да и в принципе опять-таки показывается что большой плюс за белых как я и говорил большинство на самом деле большое количество партий которые сыграли с этим оппонентом я мог проиграть но по счастливой случайности где-то сработал фактор времени блица оппонент позволил мне выиграть спасибо большое что вы были этот час со мной я думаю вам было я надеюсь вам было так же весело как и мне если вам понравилось это видео то продолжайте следить за моим каналом подписывайтесь подписывайтесь на него ставьте лайк пишите комментарии если что-то не понравилось хотите чтобы я сделал что-то иначе и я буду рад это принять к сведению и справиться к следующему разу большое спасибо и хорошего всем времени суток